В Тверской области в этом году идет большая работа по приведению в порядок действующих объектов образования и культуры. Так, особое внимание уделено территории детских садов и домам культуры. В первом случае речь идет о замене игровых площадок на более безопасные и современные, а во втором чаще всего об обновлении оборудования и ремонте. О том, как идет работа, сегодня выяснила наша съемочная группа. Во многих детских садах игровые площадки требуют замены оборудования на более современное и безопасное. Так, в 2023 году планируется обновить такие объекты по программе оснащения муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами. Проект реализуется по инициативе губернатора с 2022 года. Помимо этого, игровые комплексы будут установлены еще и в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Энергетика Тверской области». Вопрос обновления детских площадок на территориях дошкольных учреждений поднимался и на заседании регионального правительства. 29 площадок будут поставлены в ближайшее время, до 1 сентября. Это детские сады практически всех муниципальных образований нашего региона. Кроме того, еще за внебюджетные средства устанавливаются детские игровые площадки. Эта программа будет продолжаться, чтобы максимально обновить всю инфраструктуру учреждений. Такие игровые комплексы включают в себя 12 объектов. Песочницу, домик-беседку, игровую панель, паровозик, гимнастические комплексы и другие элементы. Напомню, 22 таких игровых комплекса для детей уже установлены в муниципалитетах Верхневолжья по государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Энергетика Тверской области». Еще один важный вопрос – это приведение в порядок домов культуры, которые в небольших городах и селах являются основным культурным очагом. Мы активно участвуем сейчас в нашем проекте. Культуру ремонтируем, в том числе у нас запланированы и в 2023 году, и ДК ремонтируем. В этом году будет ремонт Горецкого ДК и Пожинского, это у нас Торопецкий район. Это очень-очень нужно и на селе, и в малых городах очень нужно. Я вижу, какой живой отклик у людей. Всего в 2023 году мероприятиями охвачено 28 муниципальных учреждений. В домах культуры обновляют кресла в зрительных залах, закупают световое и звуковое оборудование, также костюмы и музыкальные инструменты. По мнению губернатора, совершенствование инфраструктуры, в том числе культурно-досуговых учреждений, играет большую роль в комплексном развитии территорий Верхнего Ужья. Просто потрясающе работают наши небольшие ДК. Это огромное количество мероприятий, огромное количество кружков. Все дети задействованы. Конечно, работы много, но я благодарю людей, которые работают там за их подвижнический, можно сказать, труд. В Тверской области уже обновлена материально-техническая база 23 домов культуры. С 2017 года поддержку из федерального и областного бюджетов на обновление материально-технической базы местных домов культуры ежегодно получают муниципальные образования Тверской области, где проживают до 50 тысяч человек. Средства распределяются по результатам конкурсного отбора. В этом году общий объем поддержки равен 23 миллионам рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова